Поменял карту памяти, смотрелся вроде бы погода налаживается и выдвинулся в сторону города Заводовоковск. Скажу сразу, при подвезде к городу огромное дерево, наверное, полтора-два обхвата, было повалено на дорогу. Этот участок я постараюсь замедлить, сфотографировать не получилось. Теперь перехожу к сообщениям, комментариям, то что уступили в мой адрес. Логин Роман Гранкин пишет, яндекс кошелек мне пишет, что кошелька с таким-то номером нет. Проверьте, пожалуйста, правильность номера кошелька. Его поддерживает слогином Владимир Протокопов, пишет, поддерживаю Роман Гранкин. Да, ребята, я тут лоханулся, пропустил одну цифру, но сейчас исправил, так что, думаю, теперь проблем не будет. Подписчик с логином Владимир Голубчиков пишет, ощущение, что облака низко летят. Ну, сами, конечно, можете наблюдать. На самом деле, такое природное явление, как вот я застал в Тюменьской области, не очень часто бывает. В прошлые годы я проезжал через Тюмень, тоже попадал в сильнейшие дожди. Даже на видео это вынужден был останавливаться, как вот в этот раз, чтобы переждать. Вообще край невероятно интересный в плане природных таких вот катаклизмов и явлений, как правильно сказать. Да, на самом деле, оно так, облака очень близко. Логин Владимир Протокопов спрашивает, пишет, Я имел в виду объем двигателя. В четвертой серии вы говорили, что юридиме Тойота Камри с объемом 1.6. Отвечаю, я сам засомневался, какая была Тойота. Камри, Авенсис или Королла. Позвонил в Томск, уточнить. В общем, автомобиль Тойота Королла 1.6, базовая комплектация, трансмиссная коробка автомат. Вот, наше извинение за то, что ввел в заблуждение предыдущим комментариям. Получается так, что частенько приходится... Я даже не знаю, какая марка автомобиля. Иной раз вот перегоняешь, не знаешь, какая марка автомобиля. Я проверяю состояние двигателя. То есть, поднимаю капот, смотрю масло, там другие жидкости. Вот на состояние двигателя. Если он пыльный такой, то, значит, смотрю, есть какие-то масляные потеки или и прочее. Вот это самое главное для меня. А какой автомобиль, ну, поверьте, для меня без разницы. Только что прошли кадры, заехал на стоянку, думал остановиться на привал на ночь. Ну, смотрю, небо совсем почти прояснилось. Автомобили движутся без проблем. Ну, и подумал, ночью я буду оставаться на ночь. Поехали-то я где-нибудь под заводом Уковском остановлюсь на ночевку, на привал, на отдых. Продолжаю читать ваши сообщения и комментировать их. Андрей Волкашов, слайкин Андрей Волкашов написал. А если выйти из аккаунта, то можно посмотреть. Как-то я не задавался таким вопросом. Просто я вводил этих людей в черный список. Ну, наверное, меняли логин, может быть, что-то другое. Ну, я думаю, Ютуб блокирует по IP-адресу. Ну, не знаю. Точно не знаю, врать не буду. Ну, если хочешь проверить, я бы не советовал. Не знаю, чем закончится. Логин Андрей Макаров. Конечно, для июня по сравнению с прошлым годом состояние сравнительно хорошее. Но сейчас, к концу июня, уже объездную мантру это делают. Там, в Костромской области тоже начнут копошиться. Там и в Кировской области 40 километров в сторону Перми. То просто автодоровским стандартам отремонтируют. С гарантией 12 лет. 3-4 года. Совсем другая по качеству дорога будет. Скоростная альтернатива М7 и М5. Совершенно верно. Даже сомнений у меня нету, что если отремонтируют качественно, то точно она перетянет на себя приличную часть большегруза, Я замедлил запись. Впереди дерево, о котором я говорил, упало на дорогу. Хотел сделать фотографию, но, к сожалению, в момент, когда приезжал, отаппарат дернулся и заснял непонятно что. Поэтому я ее удалил. Кроме видео, других материалов об этом лежачем на трассе поваленном дереве нет. Ну, судя по тому, что нет поврежденных автомобилей, будем надеяться, что никто из водителей не пострадал. Вообще, это, конечно, очень неприятно, когда дерево падает на дорогу. Вот сейчас объезжаю ее. Вот объехал. Значит, как мне удалось посмотреть, дерево очень толстое в основании, где-то, может быть, полтора, может быть, два обхвата. Буря его сломала. Есть же такая пословица, что низкие деревья при сильном ветре склоняются, а большие ломаются. Не знаю, показывали этот момент по телевизору или нет, но вы были свидетелями этого инцидента. Я когда ехал этим маршрутом, пишет MaxUp, заправлялся на любую заправку, боялся остаться без бензина, и лил 92-й везде. Вот на моем автомобиле, Кашкай, 2014 года, лил 95-й, и 90-й сной бензин. Отвечаю мое мнение. Я отдаю предпочтение тем заправкам, на которых заправляют совместные жители, аборигены. То есть гарантия, что там продают бодягу, сведена к минимуму. Отвечать придется владельцам заправки. Но проезжая на автомобиле брендовые заправки, «Лукоил», «Газпром», «ТНК» и так далее, по радио на 15-м канале постоянно слышу «Продан бензин», вернее, «Продан топливо», «Куплю топливо». Это по всей вероятности солярку они имеют в виду. Но если на этих заправках я не хочу обвинять как персонал самой заправки, но тем не менее мне вызывает как бы сомнение, что ли, стоит ли там заправляться или нет. Там, где можно купить левую горючку, я думаю, там не проблема подмешать его и в 95-й, и в 98-й бензин. Ведь 98-й, 95-й дорогие марки бензина, в 92-й он подешевле. Я обычно заливаю тот бензин, который рекомендует производитель. Если написано, что он 95-й, 92-й, я лью 92-й. Если 98-й, 95-й, я лью 95-й. Вот такой мой будет ответ. Далее Максап делится информацией о финансовой составляющей поездки в Европу, указывает цены и так далее. И в конце задает вопрос. Предварительно наметил маршрут Киев-Тамбов-Пенса-Уфа-Екатеринбург. Переубедите меня так ехать. Ну, это неблагодарное дело и переубеждать я не буду, потому что у всех людей разный темперамент, разная манера езды, разный скоростной режим. И то, что для одних это в порядке вещей, для других это может быть неприемлемо. О себе скажу только, что в ближайший год, два, а может быть три, весной, летом, осенью я по этой дороге не поеду. Зимой, если будет такая возможность, поеду, потому что снег, он как бы выравнивает полотно и движение мягкое. Но там другая особенность, проезжая часть и узкая. Снег убирают недалеко от обочины. Съехать на обочину это возможно улететь куда-нибудь в Киевет. Ну, будет такая возможность, конечно, я зимой попробую по этой дороге проехать. Может быть через год, может быть через два. Пользователь с логином Мультималка пишет, автодорога Кострома-Шарья-Киров Пермь стала федеральной только с 1 января 2017 года. До этого она была региональной. Думаю, что в ближайшем будущем состояние дороги улучшится. Улучшится. Я тоже слышал такую информацию, что она в этом году стала федеральной. и будем очень надеяться, что вот так оно и будет. И инфраструктура появится, я имею в виду, и заправки, и мотели. Ну, и дорожная торговля, естественно, тоже вырастет. Логин Владимир Калашников пишет. Я не помню, отвечал на этот вопрос или нет, но лучше повторить, чем пропустить. Добрый день. В начале видео вы рассказываете молодому поклоннику вашего ресурса, что такое обработка видео. А другой поклонник мы уже не столь молодой вас ранее просил заснять весь этот процесс и рассказать о нем подробнее. Если будет время, буду благодарен. Заранее, авансом, спасибо. Да, я обязательно сделаю такое видео. После окончания, как закончил, размещать Москва-Томск видео, я обязательно в ближайшее время сделаю такое видео, насколько это будет возможно. И размещу на канале. И в этом же видео я поделюсь информацией о том, как я, чем я, что вернее у меня есть, чтобы быть автономно-независимым в поездках. То есть, покажу кипятильник и так далее. Так, новых сообщений пока я не увидел. Больше нету пока. Так. Полотно дороги вы сами можете наблюдать. Я только скажу, что от Пельмени до Ишима дорога хорошая и отличная. За метро, ну, за километр примерно до Ишима там дорога требует более внимательного отношения. то есть, есть небольшие там отбихи, но расстояние очень маленькое, там, меньше километра, по-моему. Там можно будет, будем надеяться, что этот участок сделают. Как проведет до Ишима, я, честно говоря, не точно не помню, я не ожидал, что мне ночевать придется в Ишиме. Просто по памяти прошлых лет помню, что житья там от кровососов просто-напросто нет. Но на этот раз открылише событие было на удивление комфортно. Был сильный ветер и всех этих кровососов, мух, вампиров сдувало ветром. То есть ночь провел комфортно, отдохнул. Я уже второе дыхание у меня второй день. Откология, второй день, второе дыхание. Можно ехать и ехать, но зная особенности трассы, я предпочитаю вот за светло остановиться, обновить память на видеорегистраторе, на видеорегистраторе, подготовиться к следующему дню. Время для переброски объемов видео с серии карты на внешний жесткий диск занимает достаточно много времени у меня. Ну, аппаратура для старенькая. Примерно час, чуть больше часа на одну карту памяти или три. То есть, вот, пожалуйста, можете считать, это часа четыре, при четыре часа у меня уйдет на переброску видео, на внешний жесткий диск. движения. а о том, как, о том, какое будет движение, я более подробно расскажу, обрабатывая, по-моему, девятая серия тоже будет, вот, об особенностях движения от Ишима в детний период. Не пропустите свою легшую серию, я там более подробно об этом расскажу. А теперь послушайте музыку до того, как Миширую Ишима. Ишима intermediate и в » Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Потому что у них график, они могут и ночью приехать, и уехать. А для маленьких машинок, для автопористов, для автопоршественников, у них есть отдельная площадка. Вот, приезжаем сюда. Один уже стоит, отдыхает. Должен сказать, что ночью подъезжало еще несколько человек, но они уехали гораздо раньше меня. Почему я уехал поздно, я расскажу в начале следующей серии. Вот, потом все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...